Кто ты, лютый зверю? Люди интересовались повадками и удивительными особенностями птиц и зверей с самых давних времен. Часть этих знаний уже в античную эпоху была представлена в специальных книгах, описывавших далекие земли их невиданных обитателей, не только животных, но и людей. Для европейцев главными источниками такого рода были персика и индика Ктесия Кницкого. 4. Век до нашей эры, индика Мегасфена. 3. Век до нашей эры, естественная история Плиния Старшего. 5. Век нашей эры, и собрание вещей достопамятных Юлия Салина. 3. Век нашей эры. Зафиксированные этими авторами сведения, зачастую совершенно фантастические, позднее перекочевали в средневековые физиологи, от греческого учения о природе, и бестиарии, от латинского. 5. Зверь, распространившийся по всей Европе и сохранявший свое значение вплоть до 7. Века. Средневековые физиологи питали почти слепое доверие к авторитету античных книжников, и поэтому почти ничего у них не подвергали сомнению с фактической точки зрения, но при этом переосмыслили их сочинения в христианском духе, наделив выдуманных и реальных зверей дидактическими и символическими значениями. Так, в русских физиологах веков, помимо откровенно мифологических единорогов, сиринов, алканистов, фигурируют и вполне обычные, знакомые нам животные, но и узнать их бывает совсем непросто. Пройдите наш тест и убедитесь в этом сами. 1. Семейные нравы животного мира далеко не всегда могут служить образцом для подражания. Еще в византийском физиологе, древнерусский список века, было описано, как самка этого вида поедает самца прямо во время полового акта, после чего ждет неизбежной смерти, поскольку ее саму съедят едва вылупившиеся потомки. И все они – круглые сироты с самого рождения. Вы наверняка слыхали об этом животном. Это – богомол ехидно-паук черная вдова правильно. Вас не обмануло современное знание о том, что самки некоторых видов богомолов откусывают самцам головы сразу после начала спаривания, а также о том, что в процессе соития у пауков из рода черных вдов самки наносят самцам увечья, от которых те, как правило, погибают. А вот средневековые книжники полагали, что спаривание смертельно для ехидн. Вот что сообщает византийский физиолог – ехидна от пояса и выше имеет человеческий образ. А от пояса и ниже – образ крокодила. И тут же самец и самка на соите. И когда распалится самка и хочет сойтись с самцом, она идет к самцу, съедает лона его. И зачинает, и тотчас умрет самец. А когда приблизится роду с самки, съедает чрево ее дотенеши. И она умирает. Неправильно. Вас явно подвело современное знание о том, что самки некоторых видов богомолов откусывают самцам головы сразу после начала спаривания, а также о том, что в процессе соития у пауков из рода черных вдов самки наносят самцам увечья, от которых те, как правило, погибают. А вот средневековые книжники полагали, что спаривание смертельно для ехидн. Вот что сообщает византийский физиолог, ехидна от пояса и выше имеет человеческий образ. А от пояса и ниже, образ крокодила. Идут же самец и самка на соите. И когда распалится самка и хочет сойтись с самцом, она идет к самцу, съедает лона его. И зачинает, и тотчас умрет самец. А когда приблизится роду с самки, съедает чрево ее дотенеши. И она умирает. 2. Самка этого существа рождает дотенеши мертвым, а спустя три дня к нему приходит отец и оживляет его своим дыханием. Кто это? Дракон Струфо Камил Лев Лисица правильно. Это было просто. Лев – очень важное существо для физиологов и бестиариев. Они рассказывают, в числе прочего, что лев заметает хвостом свои следы, так и человек, творящий милостыню, должен делать это втайне, и спится открытыми глазами, олицетворяя Божье всевидение. Способность оживлять львят своим дыханием, аллегория воскрешения Христа и действия Святого Духа. Вот как об этом пишет физиолог, когда львица родит, то приносит мертвого и слепого детеныша, сидит она и сторожит его до трех дней. Через три же дня приходит лев, дунет ему в ноздри, и детеныша живет. Тоже с верными народами. До крещения они мертвы, а после крещения очищаются Святым Духом. Неправильно. Лев – очень важное существо для физиологов и бестиариев. Они рассказывают, в числе прочего, что лев заметает хвостом свои следы, так и человек, творящий милостыню, должен делать это втайне, и спится открытыми глазами, олицетворяя Божье всевидение. Способность оживлять львят своим дыханием, аллегория воскрешения Христа и действия Святого Духа. Вот как об этом пишет физиолог, когда львица родит, то приносит мертвого и слепого детеныша, сидит она и сторожит его до трех дней. Через три же дня приходит лев, дунет ему в ноздри, и детеныша живет. Тоже с верными народами. До крещения они мертвы, а после крещения очищаются Святым Духом. 3. Аисты, согласно физиологу, заботятся о бодрях левших родителях, когда состарятся их родители и не могут уже летать, тогда их дети, поддерживая с обеих сторон и под пазухи, переносят их с места на место, так и кормятся. А если начнут слепнуть, то их дети влагают корм им в рот. И о птенцах аисты заботятся сообща, один летает за кормом, второй сторожит гнездо, потом меняются. А знаете ли вы, ради какого дела аисты улетают зимой на юг? На совет с египетскими птицами на войну с воронами и галками за новыми перьями правильно. Аисты участвуют в великой битве с плотоядными птицами, в том числе с воронами и галками. Исход этой битвы позволяет судить о будущем урожая. Если аистово воинство победит, то будет изобилие пшеницы и прочих всех злаков. Если же вороново воинство победит, то будет множество овец, и коров, и других четвероногих. Неправильно. Аисты участвуют в великой битве с плотоядными птицами, в том числе с воронами и галками. Исход этой битвы позволяет судить о будущем урожая. Если аистово воинство победит, то будет изобилие пшеницы и прочих всех злаков. Если же вороново воинство победит, то будет множество овец, и коров, и других четвероногих. 4. В бестиариях упоминается птица по имени Несыть, которая, как и лев, обладает способностью воскрешать своих птенцов. Самка проклевывает ребра птенцам своим, а самец прилетает с кормом, раздирает клювом грудь свою и вытекшей кровью оживляет птенца. А под каким именем мы знаем эту птицу сегодня? Филинсова пеликан поморник. Правильно. Сюжет с раздиранием груди и спасением птенцов своей кровью и в западноевропейской, и в древнерусской традиции относятся именно к пеликану, водоплавающей птице рода. Пеликанес. Словом Несыть в среднее веко называли еще и журавлей, и аистов, а сегодня так называют сов рода. Стрикс. Неправильно. Сюжет с раздиранием груди и спасением птенцов своей кровью и в западноевропейской, и в древнерусской традиции относятся именно к пеликану, Водоплавающие птицы рода Пеликанес Словом не сыт в среднее веко называли еще и журавлей, и аистов А сегодня так называют сов рода Стрикс 5 А как физиологи отвечают на вопрос, почему змея не гибнет от собственного яда? И как змеи, например, пьют с ядовитыми зубами во рту Змея кусает песок и камни, пока не солит весь яд Собственный яд безопасен для змея Она оставляет свой яд в гнезде, когда идет на водопой правильно Да, все очень просто Змея оставляет ядовитые зубы дома Вот как говорится об этом физиологи 15 Века, когда приходит змея пить к источнику воды, не несет с собой яд Неправильно Все очень просто Змея оставляет ядовитые зубы дома Вот как говорится об этом физиологи 15 Века, когда приходит змея пить к источнику воды, не несет с собой яд 6 Лесная птица-куропатка, рот В славянских бестиариях оказывается аллегория дьявола Заслужила она это благодаря своей любви к Деньгами блестящим предметам детям пению красивым самцам правильно Куропатка, она же Ир Бымахки знак по-церковной славянски Антипод кукушки Она настолько чадолюбива, что крадет чужие яйца и высиживает их в гнезде вместе со своими Так и дьявол, говорится в физиологе Похищает неискушенных Впрочем, краденые птенцы покидают куропатку, когда вырастают Неправильно Куропатка, она же Ир Бымахки знак по-церковной славянски Антипод кукушки Она настолько чадолюбива, что крадет чужие яйца и высиживает их в гнезде вместе со своими Так и дьявол, говорится в физиологе, похищает неискушенных Впрочем, краденые птенцы покидают куропатку, когда вырастают 7. Это добрейшее, кроткое и умное животное молчаливо и не любит змей и аспидов Запах этого животного столь прекрасен, что все звери следуют за ним, не в силах удержаться Кто же это? Бобер-жираф-понтера-мускусная крыса Правильно! Да, это понтера или пан? Ир Один из списков физиолога рисует величественную картину Он пестер, как Риза Иосифа, и красив, молчалив и очень кроток Когда он насытится, то спит в своем гнезде На третий день он просыпается и кричит громким голосом, зывая дальних и ближних зверей От его зова возникает благоухание, и на этот запах сходятся все звери Неправильно! Это понтера или пан? Ир Один из списков физиолога рисует величественную картину Он пестер, как Риза Иосифа, и красив, молчалив и очень кроток Когда он насытится, то спит в своем гнезде На третий день он просыпается и кричит громким голосом, зывая дальних и ближних зверей От его зова возникает благоухание, и на этот запах сходятся все звери Поздравляем! Ваш результат! Из натуралист Да, конечно, реальные животные совсем не похожи на создание из средневековых книг Но животные, хотя и менее экзотические, населяют наши языки и культуру и сегодня Вы же наверняка слышали выражение топать, как слон или надуваться, как индюк Поделиться результатами Поздравляем! Ваш результат! Из выпуск книг Филфака Да, древнерусская литература была курсе на втором, но кое-что в памяти все же осталось Поделиться результатами Поздравляем! Ваш результат! Из хартофилакс, конечно! Вы знаете всю эту символику куда лучше нас, ведь ваша должность – хранитель книг и архивов при дворе Патриарха Поделиться результатами